Достала елку, собираю в разложенном состоянии, пока она. И вот нашла такой веночек, раньше в Арифлейм продавался. Это веночек, который на дверь можно повесить. Вчера на корпоратив от Дода Пиццы заказывали новинку. Это пицца с индейкой и мандаринами. Мне, кстати, очень понравилась эта пицца. И сегодня ее решили повторить. Сегодня у нас второй корпоратив. Заказали еще вот такие крылья. Это просто чисто покушать. И вот я взяла еще вот такой коктейль. Это у нас смородина, молочный коктейль смородиновый, но он весь потек. То есть он пришел нормально, но крышка не плотно закрывается, поэтому все вылилось. Ну не все, но чуть-чуть вылилось. Вторая серия банкета. Так, мы сегодня опять собрались в офисе отметить Новый год. Ну, лично я во второй раз, кто-то в первый. Да, и у нас сегодня шампанское. Вот очень красивое блюдо. На конкурс блюд. Надюша Нартина приготовила. Вот она у нас как раз сегодня. Разводящая. Да, красивая. Развивающая. Да, вот такое блюдо к году тигра. Поэтому интересно еще, видите, и фасолью полоски нарисовать. Так, и у нас у Любы. Как у тебя называется салатик этот? Как он называется, Наташа? Ну вот назови как-нибудь. Эксфром. Эксфром. Ну пусть эксфром будет, да. Сегодня закончился коктейль. Наверное, да, последнюю порцию выпил? И вот снова засыпаю шоколадный коктейль Natural Balance от Oriflame. Открыла новую пачку. Они приходят вот в такой фольгированной упаковке. Засыпаю снова в емкость. Мы его пьем, когда вот быстро надо покушать. Или когда ничего не хочется. И даже иногда, когда изжога, например, есть. То есть я выпиваю порцию коктейля. И все становится на свои места. Все отлично. Я на выходном. А мы сегодня работаем. У нас визажист работает и парикмахер. Парикмахер просила ее не снимать. Она не хочет. Ехать, мне можно снимать. Да, это наша Зубова. Наш постоянный официальный визажист офиса Oriflame на Маяковского 13. Ну и сегодня Ларисочку мы собираем на корпоратив. Чтобы она красивая была. Еще краше, чем есть. Да. Наташа, ты сегодня вечерний макияж делаешь? Да. Так, Лариса, тебя-то можно на лицо снять пока, да? Пока мы вот без макияжа, по сути. Чуть-чуть. Губы и глаза нам осталось. Ага, глаза осталось накрасить. Да, Александр Анатольевич там порядок в шкафах наводит. Процесс идет. Да, то есть рабочий. Я отвечаю в общее руководство. Прекрасному. Прекрасному, да. Ну что, Лариса у нас готова. Готова для похода в ресторан. Прическа а-ля... Это какие у нас, получается? А-ля красота. А-ля красота, да. Ага, да. Немножко... Так, сейчас я вспышку включу. Не вспышку, вернее, видео. Офу, этот. Камера. Экспериментированно. Да, мы немножко про макияж хотим поговорить. Что делала? Расскажи. Делала. Но у нас все равно лифтинг больше, да. Да, лифтинг, макияж. Немножко поднять вверх. На глазки у нас, да. Ну, освежили так. Да, чуть-чуть. Ларис, повернись. Мы красоту вот эту покажем, да. То есть, смотрите. Сзади вообще прям шикарно. Вот сбоку. И давай еще другим боком повернись. И тут. Вот такой вариант. Прически, да, Оксана старалась, делала. Ну, ты сама-то под впечатлением, наверное, да? Да. Надо снять сразу, да? Ага. Первый раз с такой, да, прической? В первый раз, да. Да, ну, сейчас она немножко примнется еще под это. Помоги мне. Ага. Да, и все будет хорошо. Нет, пусть она не примнется. Все нормально. Хорошо, да? Всех удивить. Да, пусть будет так. Тебе, в общем, хорошо отметить Новый год сегодня? Да, очень хорошо отметить. Наташа, видишь, у нас... Я тоже за Новый год. Рабочую прическу сменила на прическу выходного дня. Джимми Чо. Да. Прическа называется у меня Джимми Чо. Да, все очень красиво. Молодец. Если приходите, мы у вас всех накрасим. В офисе сколько это будет стоить, если вы делаете? В офисе 600 рублей будет стоимость макияжа. А так полторы тысячи. То есть, если вы делаете в офисе, мы делаем это косметикой Арифлейм, естественно, все, то есть полностью. То стоит это будет 600 рублей. Если вы хотите, чтобы Наташа к вам на дом приехала, то это будет стоить полторы тысячи. Но здесь плюс в чем? Вы можете протестировать всю косметику, то, что здесь представлено. Выбрать для себя, подобрать. Поможем. Да, потом можете уже заказать. То есть, то, что понравится, можно будет заказать. Друзья, привет! С вами Наталья Невзорова. Многие спрашивают, для чего нужна тональная основа. Вот я вам сейчас показываю на своем лице. Для чего она нужна? Во-первых, смотрите, на эту сторону нанесена тональная основа. На эту нет. Только вот здесь кусочек. Я решила записать видео и показать наглядно, для чего она нужна. Она нужна для того, чтобы выровнять тон лица. И во-вторых, смотрите, тональная основа придает немножко свечения лицу. Такое, знаете, благородное. Даже сейчас очень редко используются пудры для того, чтобы вот этот вот блеск убрать. Вот у меня жирный тип кожи. Здесь вот расширены поры на носу. И, естественно, вот этот неровный цвет лица хочется сгладить. Для чего? Сделать лицо как холст, чтобы потом на него нанести румяна, тени уже, и придать ему форму. То есть, какие-то корректоры. Ну и давайте сейчас я нанесу тональную основу на вторую часть лица тоже. Я использую вот такую тональную основу из серии V1. Это классная основа, которая подстраивается под цвет кожи. Обладает увлажняющими свойствами. Подходит для комбинированного и жирного типа кожи. То есть, она, не скажу, что матирует, но она не дает вот этого блеска в течение дня. Наношу я тональную основу всегда или бьюти-блендером, вот этот старенький у меня уже, или дома, например, кистью. Сейчас мы выровняем тон. Наносим обязательно на кубы тоже. На носик. Витя-блендер чем удобен? У него остренький кончик, который можно нанести в труднодоступные участки лица, основу. Кстати, если вы его смочите, то он еще не будет впитывать в себя. И вы тональную основу, и вы будете экономить ее. Ну и вот, смотрите. Тональную основу я нанесла, и цвет лица у меня стал однородным. Не забываем про шею. И тональная основа, несмотря на то, что она была светлее, чем мой тон кожи, она подстроилась к цвету кожи. Сегодня у нас макияж не очень получается. Наташа не очень себя чувствует, поэтому делаем только прическу. Оксана, Оксана сегодня у нас решила засветиться. В тот раз сказала, нет, не снимайте меня. Но сегодня решила, потому что все равно, видите, люди посмотрели видео, заинтересовались. Вот теперь, знаете, вот эта девушка Оксана делает прически. Поэтому сегодня мы Олю смотрим до и посмотрим после. А у нас сегодня выдача заказов, ну и завтрак на траве, вот такой вот, на столе вернее, на столе. Да, кушаем. Заказывали сейчас роллы в суши-маркете снова, да, вот их логотип. Несколько раз берем, мы ни разу еще не разочаровались в них пока, по крайней мере. Вот сейчас посмотрим. Брала вот этот сегодня сет «Три Филадельфии». Классика запеченная в Масага. 629 рублей. Споем. Послушали мы кота-музыканта, как он нам сыграл на арфе. Или это не арфа, как правильно этот инструмент называется, уже забыла даже. А потом пошли и посмотрели вот на такую красоту. Смотрите, как здорово. Классно. В этом году в Котласе много вот инсталляций подобного плана сделано. Ну, не много, но несколько. Для нас это вообще событие для города, потому что раньше такого не было. Это создает настроение хорошее, праздничное. То есть, сделал каркас, по-моему, Котласский электромеханический завод. И на каркас, видите, надели красиво. Елочные мишуру. Плюс очень красиво. Прям, знаете, настроение. Сразу настроение сдается. Девчонки, всем привет. Редко записываю сейчас сториз, потому что предновогодняя пора. Столько всякой суеты разной. Ну и моя эпопея со здоровьем продолжается дальше. Потому что, как я начала год этот больной, так я его и заканчиваю. Я думаю, что он наконец-то закончится. И следующий год будет хорошо. У меня, кстати, вот такие года были где-то в 90-е годы. Был такой год, что я прям даже детским стоматитом переболела. И вот 13-й год у меня был очень тяжелый. Потому что в 13-м году у меня умер папа от рака. В мае он умер в апреле. Ну, до апреля мы, конечно, все переживали сильно очень. Потому что, ну, все, тяжело уже было. В мае мне сделали операцию. Мне удалили желчный. Ну, а дальше в том же 13-м году обнаружили фиброаденому. Мне пришлось пролечить все зубы полностью. Потому что меня готовили к операции. Операцию делали в онкоцентре в Архангельске. Ну, слава богу, все обошлось, как говорится. Все было нормально. Операцию перенесла. В общем, ну вот и с тех пор я, по сути, и не болела. Ну, дай бог, если простудные какие-то заболевания. Этот год, это вообще что-то не что такое. Потому что я уже устала ходить в аптеку. И самое интересное, я сегодня была на приеме на платном в Сердолике у отоларинголога Менькина. Такой молодой парень. Ну, не знаю, в принципе, мнение врачей отоларингологов, что в поликлинике, что в Сердолике они совпали. Единственная разница только в том, что я показала два снимка. Один снимок сделан был в сентябре. Мне ставят хронический гайморит. Хотя у меня все дышит вообще. Меня особо ничего не беспокоит. У меня единственное по снимку, ну, так как контрольный снимок такой делали, да, у меня есть так называемая жидкость под вопросом, да, в левой стороне, это вот здесь. Хотя у меня вот в принципе-то болело вот здесь вот все. Здесь вот это вот место болело. А ставят-то мне вот этот левосторонний. А здесь-то меня вообще ничего никогда не беспокоило вообще. И вот у меня просто было удивительно это. И вот господин Менькин сказал, что очень странно, что два снимка совершенно идентичны друг другу. Хотя прошло три месяца, и плюс лечение я прошла, лечение. То есть вопроса, а был ли гайморит-то вообще? Непонятно, вообще непонятно вот эта ситуация. Ну, и теперь, что они мне оба назначили лечение. Почти оно идентичное. Ну, то есть, в принципе, они не противоречат друг другу. Зачем к нему пошла? Просто хотела услышать мнение еще одного доктора. Значит, ну, чем понравилось? Больше времени уделил, все-таки платно. Но прием стоит 800 рублей в Севердалеке, не дешевый. В поликлинике, например, я на платный ходила, он 600 рублей стоит. И, в принципе, ну, там, конечно, условия такие получше, поинтереснее. Там компьютер что-то занес. Потому что в поликлинике вообще даже компьютер не открывали, когда я приходила. И после двух-трех недель, ну, в общем, господин Загарьян предлагает мне сделать пункцию, то есть прокол носа, ну, вот этой пазухи гайморовой. Господин Менькин предлагает сначала пройти курс лечения и потом сделать КТ или МРТ, чтобы точно уже понять, в чем проблема. И вы знаете, я еще хочу сделать КТ и МРТ по причине того, что, оказывается, мне делали вот рентгентовский снимок, и у меня есть недоразвитость лобной, вот здесь вот, лобной пазухи. То есть эта пазуха у меня нормальная такая идет, да, как обычно. А здесь вообще нету ее, этой лобной пазухи. И у меня вот здесь очень сильно болит голова. То есть когда у меня болит голова, она не болит у меня нигде, только болит вот висок. И я хочу выяснить, а в чем же причина. То есть есть ли связь между вот этой пазухой, этой вот виском и вот тем, что у меня вот здесь вот болело. Но это еще не все. И вообще год у меня заканчивается вот так, смотрите. Видите? Даже я не вижу, вы видите, наверное. В общем, мне еще там вырезали атерому, вскрывали ее. Воспаление сальной железы. У меня уже второй раз это. Первый раз было несколько лет назад. В 2013-м году, в 2013-м или в 2014-м. А сейчас случится рецидив, как сказали. Вот не знаю даже почему. В общем, все одно к одному. Так что год 2021. Уходи. Приходи здоровый 2022. Ну и сейчас я вам покажу, какие подарочки я себе сделала. И что сегодня еще приобрела. Ну что самое первое, расскажу, как я пополнила свою аптечку. Значит, что мне выписали в доктор. Да, то есть вот выписала мне цитрин. Это у нас таблетки от аллергического ринита. Потому что есть подозрения о том, что у меня вот этот гайморит аллергического характера. Все может быть, потому что два года я работаю дома. Дома все-таки есть и пыль, и кот у нас дома живет. То есть, ну, может быть такая ситуация. Дальше. АЦЦ. Это один прием в день. 600 миллиграммов. И это разжижающее. Разжижающее и облегчает отхождение мокроты. Дальше. Взяла я еще вот Моалокс. Это от изжоги. И вот фосфолюгель. Долфин. Это устройство для промывания носа. Если кому интересно, напишите в комментарии. Я покажу, как им пользоваться. Какого она состоит? Вот такая бутыль. Бутыль с носиком. Здесь что-то есть. Пакетики. Ну, наверное, их разводишь в воде. И вот таким образом нужно промывать нос. То есть пакеты развели в бутыле. Теплые водички добавили. Наклонились. И вот таким образом промыли. Потом высморкались. Вот буду делать опять. Я уже делала. Только шприцом промывала. Сейчас снова опять буду делать. Ну и вот взяла я магнелис. Я, кстати, уже его начала пить. Магнелис форте. Это форма цитратная магния. Плюс витамин В6. Пью с 25 числа уже. Дозировка 3 таблетки в день. Я пью 2 таблетки. Таблетки достаточно большие. Ну, я такую, знаете, немножко меньше дозировку сделала. Потому что это все-таки лечебный препарат. А я хочу немножко поддержать организм магнием. Поэтому вот решила пропить его. И вы знаете, обратила внимание, что исчезла тревожность какая-то. Знаете, вот такое вот все время напряженное состояние. Ой, что-то я забыла сделать. Что-то я забыла сделать. Потому что я так иногда живу в таком режиме. Плюс я его как выпиваю. У меня сразу спать хочется. То есть, как бы вот такой предпосылки к засыпанию, так скажем. К раннему. Плюс немножко более такое, знаете, такое расслабленное ощущение. Ну, и еще он полезен, в принципе, и для сосудов полезен. Для сердечно-сосудистой системы. Плюс для нервного успокоения, да. То есть, хорошо. И от спазмов мышц. То есть, от покалываний всяких. Вот решила пропить его. Взяла именно вот лечебную форму. Стоит, вот видите, 781 рубль. Недешевое удовольствие. Но, кстати, цитрат. Форма именно цитратная. Она стопроцентно усваивается организмом. Да, то есть, вот если будете покупать ее, то как бы вот в этой форме еще какие-то есть формы. Но вот ищите, чтобы цитрат был магния. Следующее, что я купила для себя уже, это вот увлажняющий эликсир из линейки Novage. Я его показывала в своем видео по уходу за кожей. У меня он заканчивается уже. Я им постоянно пользуюсь. То есть, это средство, которое содержит гиалуроновую кислоту. Которое хорошо увлажняет лицо. Шикарная вообще штука. Используется она после очищения лица. Я использую ее только в утреннее время. Один раз в день. То есть, умыла лицо. Потом этот эликсир. И затем уже наношу сыворотку, дневной крем и так далее. Заказала себе. Но он сейчас со скидкой как раз идет. По-моему, рублей 800 стоит в каталоге. Ну и от Reflame за один рублик мне пришли вот такие наушники. Каньон. Такой женский вариант. Смотрите, какая прелесть. Маленькие, маленькие. Да, наушники беспроводные. Ну вот, кстати, не очень удобно вынимать их. Вот такие. Так. Кутлярчики. Сразу заряжаться просится. А у меня вот такие уже были. Чуть-чуть побольше по размеру. Черные. Ну, то есть, смотрите. Черный вариант. Белый вариант. Так. Вроде кажется одинаковые, да. Ну вот муж у меня говорит, давай я заберу черное, а ты пользуйся белыми. Но я посмотрю, насколько зарядки хватает. На черное очень долго хватает зарядки. В комплекте с наушниками, естественно, приходят вот такие накладочки. Да, то есть, маленькие, большие для разного размера ушей, ушных раковин. Именно вот этих отверстий приходит зарядка. Зарядочка. Ну, можно через компьютер заряжать. Но если вы розетку, например, да, сюда, ну, как там штепсель называют, да, присоедините, то можно и через сеть заряжать электрическую. Ну, вот такая вот, такие хорошенькие. Единственное, вот мне неудобно вынимать почему-то. Да, и второй вот заряжается или зарядки просит, надо посмотреть будет. Ну, а эти у меня заряжены. Вот такая вещь. Очень удобная. Я их с собой беру куда-то. Например, иду в поликлинику, беру с собой в ухо засовываю наушник и сижу, слушаю что-нибудь в телефоне. Вот такие наушнички. У меня еще одни, кстати, такие придут. Двое будет у меня их. И каждый за рублик взятый. Ну, и эти, кстати, тоже за рубль. Это вот акции такие есть у Reflame, потому что в интернет-магазине Reflame вы можете приобрести не только косметику, но еще и вот такие аксессуары, плюс бытовую технику, электронику. Вот я сейчас ноутбук жду. Должен скоро прийти мне. Так что вот потом покажу еще ноутбук. Ну, а это подарочек, который я сделала для себя на Новый год. Это сканер пленок. Дома есть пленки, которые хочется превратить в цифровые фотографии. И вот я на зоне нашла вот такой сканер. К нему есть приспособления. Вот, например, в пленке можно сканировать. А можно в нарезке по кадрам с разным диаметром пленки. Пленки это 35 мм, наверное. Это вот такая палочка очищать пленочку идет. Ну, это вот зарядное устройство. То есть вот такая штука интересная. Я просто озадачилась, что хочется пленки отсканировать. И вот стала искать. И оказывается, есть такие приспособления. Так что я вот им попользуюсь. И потом расскажу, как пользоваться. То есть он очень легкий. Такой, видите, совсем невесомый. Ну, посмотрю по качеству как. Стоит он порядка 5 или 6 тысяч рублей. Где-то так вот он мне вышел. Заказывала я на озоне. На озоне. Так что вот это подарок, который я себе сделала на Новый год. Вот я, видите, такой человек. Вот тут золото, бриллианты покупает, шубы. А я люблю технику разную. Не знаю, почему. Вот совершенно равнодушна к автомобилям. Потому что пока не разбираюсь в них никак. А вот такой вот технике я неравнодушна. Еще себе заказала сейчас такое приспособление. Придет после Нового года, когда можно видеокассеты оцифровать. Прямо с видеомагнитофона на компьютер. При помощи одного переходника только. Представляете, сейчас ставила черно-белую пленку. Этот вот новый фильм-сканер. То есть сейчас я буду сканировать. И здесь фотографии, которых даже я не видела. Это я в своей комнате. Еще в молодости. Стою вот только куртку, видимо, сшила. Такая деловая. Такая смешная. Бабушкин половик. Здесь. Может, бабушка уже у нас жила в тот момент. Она как раз в моей комнате жила. Интересно. Это вот брат. Брат мой родной. Вот с ним придурялись. Друг друга фотографировали. Сейчас буду сканировать. Сейчас буду сканировать.